Привет, друзья! Сегодня четвертый выпуск «Алчные безжалостные лицемеры» и мы расскажем о народном депутате Евгении Мураеве. Его называют латентным сепаратистом. Поехали! 521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной. В мае этого года большинство украинцев обрадовались новостью, что наконец-то парламент ЕС одобрил безвиз для Украины. Единственный, кто не был, это Мурат, нардеп Мураев. Отношусь ко второй категории, не считая это огромной победой. Более того, я прекрасно понимаю, что большинство украинцев, к сожалению, не сможет себе позволить путешествовать по Европе ни с визой, ни без нее. Он якобы говорит, что по безвизу будут проверять так же, как и в консульстве, а пограничники будут проверять, сколько у тебя денег на счету. По его словам, отказ возможности посетить ЕС будет таким же, как и до безвизы. Но это неправда. Никто не проверяет, сколько у тебя денег на карточке. Никто не обыскивает тебя и не ищет причин, чтобы дать тебе отказ пересечения границ ЕС. Я думаю, что таких украинцев совсем немного процентов, да, наверное, до 10. Давайте же вместе посмотрим на весь этот нелепый и циничный бред, который нес Евгений о безвизовом режиме. Итак, смотрим. Друзья мои, отказывать будут точно так же. Будет фейс-контроль. Просто обидно будет возвращаться с границы, а не получать отказ в консульстве. В первую очередь на карточке будут проверять деньги абсолютно все. Дорожные чеки и все остальное. Европе не нужны... Давайте посмотрим на статистику и убедимся, что за 4 месяца с момента внедрения безвиза только по биометрическим паспортам в ЕС съездило почти 300 тысяч украинцев. И всего 61 гражданин получил отказ. 61, а не 20-30 процентов, как это было раньше. И давайте поговорим, откуда же у Евгения Мураева нашлись деньги на депутатскую корочку на покупку телеканала Ньюзуану Рабиновича. У человека, который с 2010 года фактически находится на государственной должности, и его основной доход это зарплата. Напомним, что в 2010 году он был назначен главой администрации Змейского района. А после стал народным депутатом от партии регионов в 2012 году. Ну и после избрался уже как депутат оппозиционного блока. И здесь возникает мысль, что возможно деньги есть у его папы. Но папа имеет простое предприятие банкрот с 9 работниками. А мама всего лишь простой преподаватель в университете Харькова. Говорят, что Евгений Мураев связан с Николаем Азаровым. Собственно, он был его помощником в стенах Верховной Рады. И тем самым дал ему возможность войти в политику. Но политику его ввел Михаил Добкин. Большую политику. Под предлогом безвизового режима были протянуты законы, по сравнению с которыми законы, которые принимала предыдущая власть 16 января, детский сад. И вот что самое интересное, это то, что нардеп Мураев упомянул о диктаторских законах 16 января. Почему это интересно? Да потому что он говорит, что эти законы приняла предыдущая власть. Да, именно Мураев относился к предыдущей власти. Получается, он сам себя обвиняет в том, что принял законы об узурпации власти диктатором Януковичем, но при этом обвиняет других. И в этом заключается его лицемерие как народного депутата.